Привет! В эфире программа «Точка.ру» – программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Много разных фотографий смотрим мы в этой рубрике. И каково было мое удивление, когда я узнала, что у самарских котиков, оказывается, есть свой аккаунт в Инстаграме с весьма милым хэштегом «Самара котическая». Взгляд на город и его историю через кота-призму – именно так звучит официальный слоган странички. И, в принципе, он весьма оправдан. Авторы записей рассказывают интересные факты о жизни нашего города в разные годы, сопровождая все это симпатичными фотографиями самарских котов. Смотрите сами – усатые, полосатые, растянувшиеся на солнышке, зажмурившиеся от удовольствия. Но кто еще будет спорить, что в Самаре не только самые красивые девушки, но и самые красивые котики? Смотровая площадка в поселке Управленческий в народе получила название «Вертолетка». И это не случайно, ведь именно там действительно садился служебный вертолет главного конструктора СНТК Кузнецова. Вертолетка считается одним из лучших смотровых мест Самарской области. Великолепный пейзаж Волги просто завораживает. Кстати, эти факты я нашла на официальном сайте смотровой площадки. Здесь вы найдете подробный путеводитель, исторические фото-зарисовки и много другой полезной информации. А пока предлагаю посмотреть на самые популярные фото самарцев и гостей города, которые были сделаны на легендарной вертолетке. Субтитры предоставил DimaTorzok На сайте Самарского управления МЧС появилась информация о новом приложении для смартфонов «Мобильный спасатель». Оно позволяет одним касанием вызвать оперативные службы и оповестить о беде родственников. На главной странице приложения находится большая красная кнопка с надписью «Подать сигнал СОС», нажав на которую можно позвонить в службу спасения и отправить сообщение близким, родным и знакомым. Для этого соответствующие номера телефонов необходимо заранее внести в экстренные контакты. В разделах приложения рассказывается о способах оказания первой помощи и правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, вы найдете и справочник с контактами служб экстренного реагирования, пожарную часть, поисково-спасательный отряд, отдел полиции или медицинское учреждение с учетом местонахождения пользователя. Сегодня в этой рубрике расположился очень забавный пост блогера Александра Жоголева под названием «Коммунальный стрит-арт». Запись была опубликована в живом журнале «Самара.ру». «Вот такие интересные инсталляции обнаружил сегодня на улице Подшипникова», пишет Александр. «Оригинальные фигуры ничего не скажешь». Блогер выяснил, что фигуру установили по случаю 130-летнего юбилея Самарского водопровода. Ставим наш самарский лайк и Александру, и тем, кто эти фигуры придумал. Впервые количество тех, кто узнает новости из социальных сетей, превысило количество тех, кто узнает новости из газет. Таковы данные опроса. На первом месте в России оказался все еще самый популярный канал получения информации «Телевизор». Всего 86% опрошенных признались, что постоянно смотрят дневные и вечерние выпуски новостей на разных каналах. Далее 23% жителей России отдают предпочтение социальным сетям, а 19% покупают газеты, чтобы узнать самые свежие новости. Также стало известно, что в нашей стране интернетом пользуются 70% граждан в возрасте от 18 лет. Остальные 30 практически не ориентируются во всемирной паутине. Депрессивных людей научились определять через Инстаграм. Ученые собрали около 45 тысяч фотографий, сделанных пользователями, среди которых 70 человек страдают депрессией, а 95 – здоровы. Таким образом, специалисты получили всю необходимую для исследования информацию. Степень активности каждого пользователя, частота публикаций, реакцию интернет-сообщества, лайки и комментарии, характеристики изображения, а это тон, яркость и насыщенность, и мета-данные, фильтры Инстаграм, а также наличие лиц людей на фотоснимках. И выяснилось, что основные признаки депрессии – это различные оттенки синего на фото, а также низкая яркость и насыщенность фотографий. У людей с психическим расстройством также оказалось больше снимков селфи и меньше лайков. Кроме того, ученые отметили, что люди, страдающие депрессией, предпочитают черно-белые снимки цветным, в то время как здоровые пользователи часто используют Инстаграм-фильтр под названием «Валенсия», который делает фотографии светлее. По словам авторов исследования, результаты говорят о том, что визуальные и социальные сети могут стать незаменимым инструментом для раннего выявления депрессии. На ютуб-канале проекта «Крымский мост» появился клип «Я забиваю». Поздравляю! Теперь вы тоже, как и я, будете ходить и напевать полдня. «Я забиваю сваю, я сваю забиваю». Вот он, секрет успеха. Песня «Строителя» набирает обороты. Видео уже посмотрели почти 500 тысяч раз. В описании говорится, что песню исполняет Константин Хоменко, сотрудник Института Гипростроймост Санкт-Петербург, где и был разработан проект моста. Константин не музыкант, а обычный проектировщик, который решил вот таким образом попробовать свои силы в шоу-бизнесе. Как выглядит автор-исполнитель, никто не знает. В интернете информации о нем я не нашла. Зато есть информация о том, что к декабрю 2018 года на мосту откроется движение машин и поездов. То самое чувство, когда орангутан танцует брейк-данс «Круче тебя». Случилось это в зоопарке Мельбурна в Австралии. Работники зоопарка заметили особую музыкальность обезьяны и стали периодически включать ей музыку. За несколько дней танцовщица стала настоящей звездой интернета. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Если хотите стать героем программы, пишите нам. А лучше присылайте интересные фото и видео на нашу почту. А адрес вы видите на экране. Ищите телеканал «Самара ГИС» на просторах интернета. Наш сайт – Твиттер, Инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложения на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока!